Мой отец Кузнецов Павел Андреевич, с 13-го года рождения. В армию, как мальчик, пошел 18 лет. После армии сразу пришел, началась финская война. Призвали в финскую. Затем японская война началась. И на японскую пошел. Служил на Востоке. А в Великую Отечественную войну тоже попал на Восток. Защищал японскую границу в пограничном особого назначения полку. Сначала был сапером, сначала от мин все очищали, а потом снайпером. Домой вернулся в 45-м году. Награжден медалями за отвагу, за победу над Японией, за победу над Германией. После войны он работал на лесозаготовках. У нас там лесозаготовки за Уральцем, за прудом. Они там работали. А потом на пенсию пошел, стал сторожем, тоже там же, на одном месте. Потому что некуда особенно-то было устраиваться. Да и по состоянию здоровья он не мог работать. Так вот, в полную силу. Здоровый был, сильный, молодой. Когда мне весь испортился. Он очень серьезный был. Очень серьезный. Он для семьи был добрый, но так он ничего почти не рассказывал. Он переживал. И приехал он, конечно, больной. Язвенник. Все время часто лежал в больнице. Он, вообще-то, все любил потихоньку. Все делал абсолютно. В огороде все помогал. Деревья садил. В лес ездил, выкапывали. Кедр такой вырос огромный. В лесу, в огороде шишки уже дает. Ну, про Дальний Восток рассказывал много. Много сопок. Красота такая, говорил. И такую красоту мы должны отдать. Никогда не отдадим. Очень было трудно. Жара невыносимая. Воду не подвозили. А японцы лезли и лезли. И вот тогда саперов его перевели в снайперы. Переучился он немножко на ходу. Внуки играли медалями. Маленькие внуки все время играли. Мои племянники. Средней сестры племянник пошел по стопам отца. Деда своего. Он закончил военное училище. Он попросился на Дальний Восток. Служил он и работал в Заветинске. Тоже на границе. Там. Но сейчас уже давно. Работает гражданским человеком в Москве. Мой солдат, мой отец Кузнецов Павел Андреевич. 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 Субтитры создавал DimaTorzok